МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 мая 1994 года. Лондон, штаб-квартира МИ-6, директору службы. Совершенно секретно. Установлено, что за период с 1991 по 1994 год Вадим Синцов, в прошлом начальник главного управления Министерства оборонной промышленности СССР, за помощь при выборе фирм-посредников, поставляющих оружие за рубеж, незаконно получил более 30 миллионов рублей. Рекомендуем использовать данную информацию для возможной вербовки. Начальник первого управления МИ-6. В 1994 году, во время командировки в Лондон, Вадим Синцов, директор по внешнеэкономическим связям ООО «Спецмашиностроение и металлургия», был завербован с помощью компрометирующих его документов. Испугавшись разоблачения на родине, он передал британской разведке описание секретного ракетного комплекса «Искандер». 15 января 1995 года, после возвращения в Москву с очередной загранпоездки, Вадим Синцов был арестован федеральной службой контрразведки. Предательство Синцова не помешало продолжению работы по новейшему суперкомплексу «Искандер». Этот комплекс – прямой наследник знаменитой АКИ, уничтоженный по договору о сокращении вооружений в 1989 году. Не имеющий аналогов в мире по скорости полета и точности попадания ракеты в цель, предшественница «Искандера» изменила геополитическую ситуацию в Европе. Машина держала под прицелом всю Европу. «Спайдер», «Паук» – так назвали комплекс конструктора Сергея Никобедимова АК «Специалисты НАТО», проанализировав его боевые возможности. Эта машина сразу с ракеты загружалась в самолет, прилетала на место, выходила из самолета, определяла свои координаты и наносила удар. То есть это было новое подвижное средство. Это был непревзойденный комплекс непобедимого. В 1947 году во время испытаний нового оружия случилось ЧП. Взорвалась глубоководная бомба. Среди чудом оставшихся в живых испытателей был молодой конструктор. Именно ему за следующее полвека удастся разработать 28 лучших в мире ракетных комплексов в пяти различных областях ракетного вооружения, каждый раз предлагая абсолютно новые концепции. Его оружие выработало у противника устойчивый комплекс непобедимого. Фамилия у меня очень громкая. Непобедимый. И производит она от прозвища. Отец, и особенно мой прадед, обладал необыкновенной силой. И вот в районе, там на границе Курской области и Украины, ну там часто были кулачные бои. И он занимал одно из ведущих мест и прозвали непобедный. И эта фамилия трансформировалась в непобедимый. 1962 год. Страна под руководством Никиты Грущева продолжает строить коммунизм и осваивать космическое пространство. В моду входит синтетика. На вооружение армий стран НАТО поступают новые мощные танки. К конструкторскому бюро машиностроения ставится задача в кратчайшие сроки разработать мобильный противотанковый ракетный комплекс. Формируются две группы разработчиков. Одну из них возглавил молодой конструктор Сергей Непобедимов, который сразу предложил нестандартное решение. Мы взяли, выбросили из ракеты все, что можно сделать многоразовым. Пустили на землю. Источники питания, приемно-усилительные устройства и ряд других. Корпус и боевые части ракеты и крыльев из пластмассы. По результатам испытаний, противотанковый ракетный комплекс, разработанный группой Непобедимого, признается лучшим. И под кодовым наименованием «Малютка» в 1963 году принимается на вооружение. Мы получили колоссальные выводы. Себестоимость ракеты стояла 500 рублей. А танк стоил десятки тысяч. Новый переносной ракетный комплекс полностью умещался в специальном рамсе. Кроме этого, «Малютку» установили на боевую технику. На самолете, вертолете Ми-8 поставили на производство коврови и в Туле. И делали их за год 40 тысяч в год. Машина приобрела международное значение. Управление «Малюткой» осуществлялось по микрокабелю, соединенному с пультом. Пока ракета летела к цели 3 километра, кабель сматывался с нее, как нить со шпульки шведей машины. Он состоял из нескольких проводков, каждый из которых для изоляции был обмотан китайской шелковой нитью. По нему передавался управление и передавался энергия 200 вольт. В 1967 год. Китай предъявляет территориальные претензии к СССР. Торговый оборот между странами резко идет на убыль. Попытка создать аналогичную нить в Узбекистане заканчивается неудачей. Производство ракетного комплекса «Малютка» находится под угрозой срыва. Выход был найден неожиданно. На одном из высокопоставленных чиновников ЦК КПСС, только что вернувшимся из США, непобедимый увидел рубашку. Ткань которой очень напоминала китайский шелк, но была явно искусственного происхождения. Сергей Павлович уговаривает чиновника продать ему эту рубашку и организует анализ состава и свойств неизвестного волокна. Оказалось, что именно оно идеально подходит для обмотки микрокабеля. В Советском Союзе было срочно организовано производство нового синтетического материала, известного впоследствии всей стране под названием «Лавсан». 8 октября 1973 года. Москва, Генеральный штаб, начальнику Главного разведывательного управления. Совершенно секретно. В 14 часов 6 октября в районе Синайского полуострова вооруженными силами Арабской республики Египет начата операция «Высокие минареты». В течение первого дня боев полностью разгромлена 252-я бронетанковая дивизия Израиля. Выведена из строя более 100 единиц израильской бронетанковой техники. Египетская армия имела на вооружение противотанковые комплексы «Малютка». Именно этими комплексами было уничтожено 800 израильских танков. Это был убедительный успех нового советского оружия. В Египте, когда основные части, основные силы были направлены на главные направления отражения удара израильских войск, крестьянина взяли, ну, слабо подготовлено, надо сказать. Посадили за небольшой камень в пустыне, песчаник такой, дали ему 10 вот таких «Малюток» и ушли. Танки израильские хорошо прослушивались на большом расстоянии. Потом вдруг слышим, нет никакого ни движения, ни шума танков. Приехали туда, смотрим, этот крестьянин хлопает в ладоши, вот прям буквально хлопает в ладоши, и направляет «Малютку» на наш бронетранспортер. Говорит, отверни, ты чего там это? Отвернул и показывает, вдалеке стоит 6 подбитых израильских танков. Но, несмотря на общий успех, война в Египте выявила серьезный недостаток нового оружия – слишком большое время подлета ракеты к цели. При этом оператор, чтобы не промахнуться, был вынужден постоянно держать цель в поле зрения. Для решения проблемы нужно было сделать ракету сверхзвуковой, а управление по принципу «быстрелил и забыл». Сергей «Непобедимый» первым сделал противотанковый комплекс «Штурм» и всепогодный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема», которые стреляли сверхзвуковыми ракетами по бронированным целям и танкам. Танки, как основная ударная сила сухопутных войск, значит, над ней все время ставят, перед ней ставит задача защиты ее. Для этого меняют ее формы, подходы, состав брони, и этого мало. «Арена» – так был назван из-за круговой защиты, автономной, круглосуточной, автоматической, всепогодной, анализирующей и самотестируемой уникальный комплекс. Параллельно с созданием средств поражения и защиты танков, конструктор «Непобедимый» работает над новыми переносными зенитно-ракетными комплексами. 9 мая 1960 года. Вашингтон, палата представителей Конгресса США. Совершенно секретно. Я не верю, что русские сбили самолет У-2 ракетой или каким-либо самолетом. Если они захватили У-2, то это из-за технических неисправностей в самолете или же недостаточной подачи кислорода, которые заставили самолет спуститься на более низкую высоту по сравнению с полученным заданием. Из стенограммы выступления главного конструктора самолета «Локхит-У-2» Кларенса Джонсона. И все же американцам пришлось поверить в то, что самолет-разведчик У-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом, нарушив государственную границу 1 мая 1960 года, был сбит нашим ракетным комплексом. Уже в то время комплексы С-75 могли сбивать любые самолеты на высоте до 22 километров. Точно такие же ракеты сбивали американские самолеты Вьетнам. Тогда летчики ВВС США стали летать на предельно допустимых малых высотах, маскируясь элементами неровности земли. Позже, используя эту тактику, израильская авиация легко преодолевала противовоздушную оборону египтян. За 4 года боевых действий в Египте было сбито всего два израильских самолета. Гамель Абдель Нассер обратился к советскому правительству, значит, сделай систему для борьбы с ними. И вот здесь поручение получил я. Никто в Советском Союзе не взялся. И только две страны мира. Американцы и мы соревновались между собой. В 1966 году непобедимому было поручено срочно создать первый переносной зенитно-ракетный комплекс. Лично секретарь ЦК Дмитрий Устинов гарантировал конструктору исключительные условия работы. Ему предоставили два персональных самолета, разрешили подключать лучших специалистов и любые конструкторские бюро. Вместе с тем от него потребовали ежедневного доклада с полигона о результатах работы и запретили навещать семью. Практически Сергей Павлович оказался на несколько лет под полигонным арестом. И у меня жена заболела, инфаркт. И даже в этих условиях Устинов сказал, ты ничем помочь не можешь. Мы сделаем все, чтобы жену спасти, и все нормально. Ее положили в отдельную палату, поставили телефон. Каждые восемь вечера она со мной говорила по телефону прямо с позиции. 1968 год. Новый переносной зенитный ракетный комплекс принят на вооружение в Советской Армии. Наша стрела и американский Рэдай стали первыми ракетными комплексами, которыми с плеча человека можно было уничтожить сверхзвуковой самолет. Боевое крещение коломенская стрела получила в Египте во время арабо-израильского конфликта. В Александрии научили расчет и первый бой. Десять самолетов американских, летящих на малой высоте, из них были сбиты полностью шесть самолетов. И было донесение Брежнева и Веречка. Меня вызвал министр, и говорит, вот порадуете меня. Мы попросили, чтобы увеличить зоны, скорости. Вот вы спрашиваете. Вот я был на десятом небе с коллективом, так сказать. Получилось очень хорошо. После проведенных усовершенствований комплекс стрела эффективно применялся во Вьетнаме и Никарагуа. Об успехах генеральный конструктор лично докладывал генеральному секретарю ЦК КПСС. Но вскоре непобедимому пришлось срочно решать новую сложную задачу. 13 июня 1970 года. Москва, Министерство обороны СССР. Начальнику главного ракетно-артиллерийского управления. Совершенно секретно. На полигоне во время учения произошел самопроизвольный запуск ракеты «Луна». Личный состав не пострадал. Причины устанавливаются. Первый тактический ракетный комплекс «Луна» имел существенные недостатки. Его ракета была неуправляема. При подлете к цели имела большие круговые отклонения. Невысокая точность «Луны» уже не соответствовала новой идеологии развития вооружения. Эта идеология разработки первых высокоточных ракетных комплексов была продиктована новой доктриной применения тактического ядерного оружия. А первая советская тактическая ракета «Луна» просто по своим характеристикам не могла стать надежным средством доставки ядерного заряда к цели. Отцом высокоточного оружия было поручено стать конструктору непобедимому. В начале 70-х конструктору предстояло решить сложнейшую задачу. На старте должна была оказаться машина с высокоточной ракетой, полностью управляемой расчетом из трех человек. В целях маскировки прицеливание должно осуществляться в горизонтальном положении. Минимальное время 20 секунд на подъем ракеты и пуск. Поставленная задача была с успехом выполнена. Все ракеты на испытаниях попадали в точку. Она проходила очень суровые испытания. И ударами молнии, и воздействия разного излучения, и радийного, и нейтронного излучения. Новый ракетный комплекс получил название «Точка». Но во время государственных испытаний на полигоне в Астраханской области произошел драматичный инцидент. Ночью в степи, где на десятки километров ничего нет, столкнулись две установки – пусковая и заряжающая. Ходовые испытания новейшего комплекса Ерване привели к взрыву. Обе установки были с боевыми ракетами. Стал вопрос, что делать, как быть. Значит, ряд, скажем так, перестраховщиков от пороховиков на комиссии заявили однозначно. Подходить нельзя, подвезти надо толк и взорвать обе машины. Поскольку дело уже сверхопасное, и тут ничего нельзя трогать. Драматизм ситуации заключался в том, что это были первые и единственные машины из состава новейшего комплекса. Представляете, в разгар государственных испытаний взорвать пусковую и транспортно-заряжающую машину и две ракеты, ну, это же... Ну, все-таки здравый смысл. Ну, и некоторый риск, конечно. Возобладал у членов комиссии, и было принято решение. Давайте аккуратно растащим их, ну, разгрузим от ракет, а потом уже, как это... Что и было сделано. Ни один образец секретной техники не пострадал, и испытания были продолжены. В 1975 году комплекс был принят на вооружение. Этот год можно считать началом эпохи высокоточного оружия. Одна из модификаций точки впервые по снимку из космоса могла поразить любую цель. Но уже через несколько лет были поставлены новые задачи. Повысить дальность в два раза, а главное, преодолеть противоракетную оборону вероятного противника. Преодоление противоракетной обороны никто не имел такой возможности. Это впервые для такого класса ракет. Я говорю, что пять копеек нужно за 60 километров было. И скорости были большие, тысячи метров в секунду. В 1980 году новый, разработанный в Коломне под руководством Сергея Неповедимого комплекс, был принят на вооружение. Это была знаменитая АК, способная преодолеть любую противоракетную оборону противника. Новую ракету невозможно было вычислить никакими средствами ПЛОК. Из-за резкого уменьшения радиозаметности производство АКИ осуществлялось по самым современным технологиям. Были построены специальные заводы под это дело, особо для системы прицеливания, и потом автопилотов. Настолько высокой культуры, что, скажем, человек ходит, раздевается целиком, принимает лану, душ, переневается, все ловят пылинки, сколько их там на убийческий метр. В середине 80-х руководство блока НАТО пришло к выводу, для обеспечения безопасности Западной Европы от советской АКИ, стоявшей на вооружении в странах Варшавского договора, понадобится не менее 150 миллиардов долларов. Когда появилась АК, американский зенитно-ракетный комплекс «Патриот» перестал быть эффективным оружием. В 87-м именно Рейган включил АКУ в договор по РСМД. Начались переговоры высших руководителей СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. 8 декабря 1987 года. Вашингтон. Из официального текста договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности. В Союзе Советских Социалистических Республик подлежат уничтожению ракеты меньшей дальности типов СС-12 и СС-23. Под шифром СС-23 значился ракетный комплекс АК. «Когда ко мне пришло секретное письмо, в котором написано уничтожение оперативно-тактических ракет средней и меньшей дальности от 500 до 5500 километров. И вдруг внизу АК. На каком основании? А на 100 километров недотягивание. Вот здесь и начались выворачивать мне руки. В том числе заставляли сказать, что я, что может пролететь, хотя на 500 километров». По приказу советского руководства были назначены специальные стрельбы с целью подогнать дальность ракеты под договор. Но непобедимый гарантировал управляемость таки на расстоянии только до 400 километров. Запуск на большую дальность мог привести к катастрофе. Министр обороны без согласия конструктора на такой пуск не решился. Но АК все равно была уничтожена. Это было единственное поражение непобедимого. По-моему, 105 пусковых установок, там 137 ракет и взорвали их. Просто взорвали. И были рады, и отдельные делали сувениры, раздавали честь какая. Трудь сотен тысяч людей попал в даром. Несмотря ни на что, Сергей Непобедимый решил создать новый ракетный комплекс, способный заменить взорванную АКУ. Я не терял духа. И за это время, поскольку я получил разрешение от Михаила Сергеевича, значит, конец делать второй укороченный вариант на 100 километров, я включился в это и сделал эскизный проект. эскизный проект, очень оригинальный, который отличается и сейчас по своим качествам в лучшем мире. Начало работ по новому ракетному комплексу «Искандер» совпало с острой конфликтной ситуацией в Коломенском КБ. Когда я взял, представил и утвердил «Искандер», меня назначили генеральным конструктором этого предприятия. И в этот момент начался сумбур полный. Значит, я принимаю, у меня две должности, начальник и главный конструктор. И вы представьте, в момент, значит, 19-й партийной конференции завершилось. Приезжаю домой, в общее собрание. Значит, выходит представитель от народа, значит, так, и то, что руководитель говорит, он отменяет. Ты ставишь одну задачу, другую. И вот в таком духе, понимаете. То есть полное разложение. Ложные представления о политике перестройки и гласности принесли к Коломну решение о выборности должности генерального конструктора секретного ракетного предприятия. Я им прямо сказал, какие выборы. В прошлом году вы меня утвердили генеральным конструктором. Я пишу заявление, поскольку у меня уже возраст пенсионный, и ухожу. Написал, прошу, уволит по возрасту. И ушел. И 9 лет не ездил в КБ. Приезжали ко мне, просили, чтобы я вернулся. Туда. В 2001 году в родном Коломенском КБ выдающийся конструктор, герой социалистического труда и лауреат государственных премий Сергей Непобедимый отпраздновал 80-летие. Соратник Непобедимого Олег Малыга, который вместе с ним создавал точку и уничтоженную АКУ, назначен главным конструктором нового ракетного комплекса «Искандер». Это гордость нашего предприятия твердотопливная ракета «Искандер-Э», которая обладает рядом уникальных свойств. Во-первых, она высокоточная, управляется на всей траектории полета, имеет минимальную радиозаметность. Появление «Искандера» окончательно закрепило на Западе комплекс Непобедимого. Ведь в этом ракетном комплексе все лучшее, что было в уничтоженной АКЕ, помножено на два. Более-менее близкий аналог это американский комплекс Атакмус. Но он, скажем так, имеет существенно худшие характеристики, чем «Искандер-Э». Поэтому прямого такого аналога мы считаем нет. Конструктору непобедимому 82 года. Только что он перенес операцию на глазах. Но, несмотря на это, сегодня он занимается высокими технологиями в области монофотонного гиперспектрального анализа. Он остается непобедимым. В середине 70-х интерес к работам и личности секретного конструктора из Советского Союза на Западе был настолько высок, что агентам ЦРУ было поручено предоставить хотя бы карандашный портрет Сергея Непобедимого. А недавно российскому конструктору, живущему на скромную пенсию в 3000 рублей, американцы предложили читать платные лекции в одном из своих университетов. Но Сергей Непобедимый категорически отказался продавать свои идеи. Именно такие люди, как Сергей Непобедимый составляют суть ударной силы нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok